Хорошо, друзья, я благодарен Богу, что мы можем с вами вместе поразмышлять над Словом Божьим. И я благодарен Владимиру Ивановичу за прошлую проповедь в ту субботу. Это было действительно благословение. Тема была «Прикосновение к Богу или прикосновение Бога». И была чётко показана вот эта картина. Я всё время слушал проповедь и смотрел на наши два баннера. То есть вот этот момент, когда Бог рядом, и Его руки, и руки наши, и посередине крест как бы есть возможность дотронуться. Вот кто из нас кинистет, тот, которому надо просто пощупать, Бог даёт возможность дотронуться. Прикосновение к Богу, прикосновение к Богу показывает доступность нашего Бога. И когда Бог сотворил человека, Он постоянно хотел быть доступен для человека. Он общался с Адамом, с Евой. Когда они согрешили, Бог искал пути, чтобы всё-таки быть доступным до грешного человека. Бог общался с патриархами. Бог общался с пророками. Бог общался с Моисеем. Написано, что буквально они настолько были близки, как лицом к лицу. Вот так общались в Моисеи с Богом. Бог предлагает построить скинию. Вы помните, для чего Бог предложил построить скинию? Чтобы пребывать посреди, чтобы быть рядом с человеком, чтобы человек мог приходить на служение. И скиния стояла посередине стана. Столб огненный, столб облачный. Всё говорил о том, что с нами Бог. Есть возможность к Нему прикоснуться. И вот Иисус Христос, Бог на земле. И возможность к Нему прикоснуться, возможность к Нему приблизиться, было у всякого желающего. У прокажённого, у бедного, у богатого. Юноша богатый захотел, мог подойти к Богу, к Иисусу. Закей, захотел, подошёл. У инаковерующего, любой фарисей, книжник, законник, садукей, любой мог подойти, кто желал, и пообщаться с Иисусом. Никодим захотел, пришёл и пообщался с Иисусом ночью. У нас очень доступный Бог. Но я хотел бы ещё обратить внимание, что у нас ещё очень доступно Божье. То, что принадлежит Ему. В книге про Укагея сказаны такие слова. Моё серебро, моё золото. Вы знаете, мы этим пользуемся. Серебро, золото — это не наше. Мы этим пользуемся. Но мы настолько привыкаем к этому, и нам кажется, что мы заработали, и что это наше. И Бог говорит, это моё. Кстати, в конце так и сказано. Моё серебро, моё золото, говорит Господь. А нам кажется, что первая часть стиха — это и всё, мы забываем дальше. Моё серебро, моё золото. И вообще современному человеку говорить верующему, а не верующему, то вообще бесполезно. На тему десятины или приношений очень сложно. Человек привык, что это уже моё. И он как бы приватизировал всё, что на земле. Это моё. Вы знаете, в Евангелии Иисус показал этот принцип через притчи. Когда Он говорил о талантах, Матфея 25 глава, в Евангелии от Луки Он приводит пример мины. И Он говорит, что Хозяин даёт нам своё и уезжает куда-то в дальнюю страну. И потом в притчах написано, что Он возвращается для чего? Для того, чтобы забрать своё, то, что Ему принадлежит. Апостол Павел конкретизирует эту мысль и говорит, что мы являемся домоуправителями Божьими. Это 1 Коринфянам 4 глава 2 стих. Мы являемся домоуправителями, то есть подчёркивает мысль, что мы пользуемся не своим. И причём дальше апостол Павел так говорит, от каждого из нас требуется, чтобы мы оказались верными. Но потом апостол Павел пишет, что мы управляем не только материальным. И, может быть, это нас немножко шокирует, но дальше он пишет такие слова в 6 главе, 1 Коринфянам 6 глава, он пишет такие слова, 19 стих, «И вы не свои». И 20 стих, «Ибо вы куплены дорогою ценою». Оказывается, даже мы выкуплены у Бога, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть чьи? Мы Божьи, друзья, даже мы сами, мы сами, мы не свои. Мы себе не принадлежим, мы Божьи. Даже я говорю уже не о материальном, мы Божьи. И вот возникает вопрос, когда мы говорим о доступности Божьего, скажите, мы доступны себе или нет? Бог говорит, вот, ты пользуйся собой, поступай так, как ты хочешь. Вот твоя свобода выбора. Ты можешь жить, как хочешь. Я тебе доверяю тебя. Но помните, по притче сказано, что Бог вернется забрать кого? Забрать что? Своё написано. Если мы сегодня Божьи, Он придет, чтобы забрать своих. Кому бы вы доверили своё серебро и своё золото? Я так понял, что вы никому не доверяете. Или у вас так много серебра и золота, что все так, опа, я сам буду его носить с собой. Вы когда куда-то уезжаете в отпуск, вы всё с собой, да? Всё, что есть, ценное, на всякий случай, чтобы... А квартиры как же, ну, вы же квартиру не заберёте. Кому бы вы доверили свои ценности? То, что вы имеете? Ну, как бы своё. Родным, кому доверяете. Знаете, один человек настолько вот задумался философски, углубился в эту тему, и он высказал такую мысль. Если бы я был на месте Бога, я бы такому, как я, себе бы никогда не доверил. То есть человек понимает, какое я существо. И, искренне понимая об этом, человек умиляется, насколько благ Господь, доверяющий мне сегодня. С какой целью доверяют своё имущество? Ну, одна из причин чаще всего, человек уезжает, боится за свою квартиру дорогую в центре города, и он говорит, пожалуйста, другу, родным, близким, присмотри за моей квартирой, я переживаю. И вот тут возникает вопрос, кому преимущество? Тот, кто уезжает, или того, кого попросили? Вы знаете, возможно, даже кого попросили, он чувствует себя, что это какая-то вот, даже может быть от этого выгода. Вполне возможно, что он ещё даже попросит за то, что он был охранником, что он присматривал это. Вы знаете, так думал злой раб в притче. Я ещё должен за это получить. Но если посмотреть более внимательно, и это больше будет версия подходящая, что когда Бог нам что-то доверяет, не ради своей выгоды. Вы знаете, от того, что нам Бог доверил, он прибыль большую не получит. Он доверяет нам ради нашей выгоды, ради нашего благословения, даже может быть в ущерб себе. Дорогие друзья, наша тема – доступность Божьего. Как я и сказал раньше, и я хотел бы, конечно, друзья, взять, почему эта тема сегодня, отрывок из нашего недельного отрывка. Книга второзакония. Я сейчас зажат фактически уже полгода в рамках, размышляя над теми стихами, мне они нравятся, вся Библия нравится, которые предлагаются нам на неделе. И поэтому предлагаю вам снова открыть книгу второзаконию, второзаконие, то, что вы читали на этой неделе, и прочитать с 30-й главы, с 11 по 14 стихи. Книга второзакония, 30-я глава, с 11 по 14 стихи. Давайте прочитаем вместе. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто зашел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принёс бы её нам, и дал бы нам услышать её, и мы исполнили бы её. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоём, чтобы исполнить его. Но, вы знаете, Бог показывает, можно вернуться к 11 стиху, что нам ещё не просто доступен Бог, но нам доступна и Его воля. Давайте 11 стих ещё раз откроем. Написано, ибо заповедь, которую я заповедую тебе сегодня, смотрите, какая она, ненедоступна для тебя и недалека. Дорогие друзья, Господь, который даёт нам свою волю, свой закон, Он очень прост, и Он очень доступен. И для чего Бог это делает? Ему выгодно, что Он нам дал закон? Какая Ему выгода? Друзья, мысль та же самая, 9-10 стих, можно в контексте прочитать. Смотрите, что пишет Господь, для чего Он это делает? То есть Он доверяет нам закон, смотрите, для чего. С избытком даст тебе Господь, Бог твой, успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, ибо снова радоваться будет Господь Бог твой. И о тебе, благоденствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая и исполняя все заповеди Его, постановления Его и законы Его, написанные в всей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему, всем сердцем твоим и всею душою твоею. Мы видим, что Бог доверяет нам свою волю ради нашего же блага, чтобы у тебя было плодородие, чтобы у тебя скота было много, чтобы у тебя была прибыль. Вот для этого сегодня Господь доверяет нам закон. Я хотел бы посмотреть на доступность закона с двух сторон. Во-первых, знание и понимание закона, насколько оно доступно. И во-вторых, исполнение закона, насколько оно доступно. Вот в двух направлениях мы с вами дальше поразмышляем. Закон, друзья, доступен, и чтобы его знать, не надо даже очень сильную память иметь. Многие адвентисты знают его наизусть, так или нет. Десять заповедей. Там всего, если я не ошибаюсь, около 240 слов. Многие дети, я знаю, следопыты, они учат наизусть закон Божий. И я учил, как бы выучил все это, друзья, несложно просто его знать. И даже те, друзья, и он прост, он очень прост, как бы несложен в понимании. И даже те, скажем так, поправочки, которые в Нагорной проповеди вводил Иисус Христос, они не усложняют закон. То есть мы не запутываемся в законе, а просто объясняют легко и доступно. Вы знаете, я задумался над нашими законами гражданскими, современными и над нашей бюрократией. Не хочу никого оскорбить, но расскажу свой маленький опыт для сравнения. Однажды мне понадобилось доказать свое родство для документов. Я достал свое свидетельство о рождении. Я знаю, что мы этим документом очень редко пользуемся. Ну, согласитесь, это, ну, редко, когда свидетельство о рождении ты используешь куда-то. С советского еще была образца, зелененькая книжечка. Достал, прочитал все там четко. Вертыла Виктор Стефанович, папа Вертыла Стефан Янович, мама Рябова Надежда Федоровна. Пошел, а мне надо было получить документ. Прихожу в ЗАГС, даю свое свидетельство о рождении. Она смотрит, вбивает в компьютере, говорит, все хорошо, но у вас ошибка. Говорю, в смысле? Вот написано, Вертыла Виктор Стефанович, в паспорте все совпадает. Говорит, в реестре у нас в компьютере выбивает Вертыла Виктор Стефанович, буква П, а у вас написано Стефанович и отец Стефан Янович. То есть получается, что это не ваш отец. И я не могу дать документ, что это именно ваш отец. Говорю, так давайте исправим. Она говорит, ну, теоретически можно исправить, но это надо исправить в реестре. Пишите заявление, что вы хотите исправить. Я пишу заявление, что надо исправить букву, что там ошибка. Но она говорит, дело в том, что реестр бумажный не находится у нас в Киеве, а по месту, где вы зарегистрированы. Я родился в городе Макеевка. Она говорит, скорее всего, что ваши документы в связи с этой войной в Мариуполе. Говорю, окей, хорошо. Делаем заявку в Мариуполь. Делаем заявку в Мариуполь. Они там рассмотрели. Говорит, оказывается, что эти документы бумажные не перевезли из Макеевки в Мариуполь. И они говорят, что вам надо обратиться именно в Макеевку. Говорю, окей, я поеду в Макеевку. А я человек принципиальный. Я уже понял, что это сложно, но уже останавливаться не хотел. Это все долго длилось. Я обращаюсь в Макеевку. Говорит, даже если вы там напишите заявление, и вам там исправят. И нам подадут сюда, там поставят печать ДНР. А в Украине она нелегитимна. То есть оно вам не поможет. Мы не среагируем на этот документ. Говорю, что мне делать? Ждите, пока закончится война. Я говорю, ну мне надо доказать, что у меня есть отец. Я вот, знаете, задумался. Друзья, с Небесным Отцом даже одна буква. Нам надо доказать, что мы Божьи дети. И я уже говорю, ну мне надо это сделать. Тогда через суд. Говорю, окей, давайте через суд. Пишите заявление в суд. Пошел я в суд. Начинаем все объяснять. Говорит, хорошо, пишите заявление. Но вам надо написать заявление, иск написать. на основании чего вы хотите поменять букву? На основании какого закона? Говорит, откуда я знаю? Я просто знаю точно, что это мой отец. Мне надо поменять букву. Тут ошибка. Говорит, нет, надо объяснить, на основании каких законов мы имеем право поменять букву у вас. Друзья, мне пришлось нанять юриста. Юрист не помог составить иск. Мы подали в суд. Я ждал своей очереди. Друзья, это длилось, вам сразу скажу, 8 месяцев. Ребенка можно было родить за этот период. 8 месяцев. Потом проходил суд. Я находился в суде. Они разбирали мое дело. Поменяли букву. Потом подали решение суда в ЗАГС. В ЗАГСе поменяли букву. Я получил исправленное свидетельство о рождении. Друзья, я подумал, как сложно, как сложно исправить ошибку просто на основании наших законов. Я не хочу никого оскорбить, друзья. Юристы хорошие люди. И они очень нужны. Потому что если бы на тот момент они бы мне не помогли, я бы не исправил свою ошибку. Реально не исправил. Но я хочу подвести к тому, друзья, если мы хотим иметь отношение с Богом, и Он дает свой закон, свою волю, друзья, посредники не нужны. Он прост. Он доступен. Их немного заповеди. И ты их уже знаешь. Не надо никаких даже богословов. Я в свой адрес, я учился на богословах. Я знаю, что вы дома помолитесь, откроете Библию, прочитаете, и вы его поймете. Это понятно и доступно. Такой у нас Господь и такой доступный Его закон, Его воля. Интересно, давайте вернемся к нашему отрывку. 12-13 стих, как он подводит эту аналогию. Насколько это все просто. Смотрите, как он пишет. Она не на небе заповедь, чтобы можно было говорить, кто бы взошел для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. 13-й стих, и не за морем. Она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Дорогие друзья, Бог специально показывает, она очень близко и доступна Его воле. Просто верование настолько стало языческое за этот период. И тогда уже, что люди воспринимали, что только избранные могут понять его закон. У язычников это было четкое понятие, что только какие-то избранные люди могут понять и тебе объяснить. Что только боги, которые на небесах, они могут исполнить закон. Больше никто. Куда нам там, смертным людям? Умные философы на кораблях переплывали на другие берега, чтобы найти истину. Как вроде бы именно если ты море переплывешь, или обходили даже моря, если ты море обойдешь, то только там тебе объяснят правильно истину. Бог говорит, нет, все намного проще, все доступнее, все понятнее. Не надо никуда идти. Я хотел бы обратить внимание, друзья, и на второй момент. Доступность исполнения закона. По поводу исполнения закона хотел бы привести всем нам знакомый стих. Иоанн говорит так. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы исполняли его заповеди, и заповеди его нетяжки. Друзья, ну просто. Ну проще простого. Если все так просто, то почему не все так просто? Знаете, сотни лет, и даже тысячи лет уже не верят в то, что закон доступен в исполнении его. Люди просто себе вбили в голову такое понимание, что закон, он недоступен для исполнения. Это что-то там для святых, даже пастор там. Но это нереально. Мы смертные люди. Вы знаете, друзья, для того, чтобы открыть доступность закона, пришел Иисус. И суть закона, в принципе, заключалась в том, чтобы прочитать, подумать, поразмышлять над конкретными поступками, которые можно делать или нельзя делать. И если ты его не исполнишь, то тогда смерть. Ну, как бы, закон заключался в том, возмездие за грех смерть. Если ты его не исполнишь, то все. И вот Бог показывает, как бы, каждому человеку на тот момент, что каждая жертва это была смерть за неправильный поступок. Сотни, тысячи жертв. В конечном итоге жертва Иисуса Христа. Показывает, что человек освобождается от неправильного поступка, который сделал, потому что за него умер Христос. Интересно, как апостол Павел открывает эту мысль и доступность спасения, используя именно эти же стихи. То есть, буквально он цитирует. Давайте откроем параллельно послание к римлянам, 10 главу, с 5 стиха. Послание к римлянам, 10 глава, с 5 стиха. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его, человек жив будет им. А праведность от веры, так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то из Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть, Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть, слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Вы знаете, Христа не надо было стягивать с небес, чтобы Он пришел для нашего спасения. Он Сам пришел на эту землю. Христа не надо было доставать из могилы. Как помните, Мария и женщины, которые пришли ко гробу и готовы были носить мертвое тело Иисуса, увидели садобника, говорят, где он, мы заберем его. Друзья, Его не надо мертвого носить, Он Сам воскрес из мертвых. Друзья, как закон доступен для нас, так и спасение доступно сегодня для нас. Если мы согрешили, друзья, у нас есть доступность нашего спасения. Причем, вы заметили, что написано, что все Он сделал Сам. Сам сошел с небес на землю, Сам воскрес. То есть, нам ничего не надо делать, даже если мы начнем пытаться что-то делать. Друзья, мы спасаемся сегодня по вере в Иисуса Христа, который пришел на нашу землю, который умер за нас и воскрес, но не какими-то своими поступками и делами. Я бы хотел сказать, что это даже больше, чем доступность. Это больше, чем доступность сегодня для нас. Девятый стих давайте прочитаем еще раз послание к римлянам, 10 глава. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господа и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то что? Спасешься». Друзья, исповедание и верование это жизнь или реакция спасенного человека, который воспользовался доступностью спасения. Он исповедует Господа, он верит Господа устами, сердцем. «Ибо так возлюбил Бог мир, что поддал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий, всякий не погиб, но имел жизнь вечную». У нас сегодня есть доступность к Сыну Божьему, Спасителю нашему, Иисусу Христу. Друзья, я буду завершать, но хотел бы в конце рассказать вам один опыт, еще одну историю. Я прочитал эту историю, вернее, посмотрел в Ютубе, это опыт, который рассказал Павел Гоя. Он написал книгу, и где-то год назад она мне попалась, я прочитал брошюрку, если у вас есть возможность почитать интересные опыты, которые описывает Павел Гоя. И вот в Ютубе Ира нашла еще много-много опытов, которые он рассказывает, которые в книгу не вошли. Он рассказал про одну молодую девушку, которую звали Дженнифер Ротчелд. Ей было всего 28 лет. Она работала на христианском радио. И вот она заболела болезнью. она называется родинотес. И дальше какое-то слово. Такая умная болезнь, которая приводила к тому, что человек слепнет. Причем эта болезнь уже вымирающая, она давно существует, и ее все меньше и меньше люди заболевают. Но специфика этой болезни, что она неизлечима. то есть современные врачи излечить эту болезнь не могут. Человек просто в течение двух лет слепнет полностью. И слепота не просто ты не можешь прочитать, а ты не видишь абсолютно. То есть даже ты не можешь отличить, где день, где ночь. То есть ты не можешь себе представить, что тебе спать или жить, или бодрствовать. и она слепла. Ее первая реакция обида на Бога. Господи, за что? 28 лет. Я так молода. Я ничего не вижу. Она перестала, естественно, ходить на работу, перестала что-либо вообще делать. Она просто сидела на кровати и находилась в глубокой депрессии. И она постоянно причитала. Я уже обречена, я слепая, я ничего не могу. Муж не выдержал и говорит, так нельзя, ты должна верить. Говорит, вера это не только, когда все хорошо в жизни. Вера, когда мы доверяем Богу, когда и не все хорошо. Вспомни Иова. И он начал ее обадривать. «Ты знаешь, где наша кухня?» «Конечно знаю». «Пошли на кухню». Они пошли на кухню. «Давай мы приготовим кушать». «Как? Я не могу, я слепая». «Давай вместе». Они взяли нож, они почистили лук, они почистили картошку, они стали резать. «Я порежусь». «Давай вместе». И они стали вместе готовить кушать. Она помнила четко, где лежат ее продукты, они стали готовить кушать. Через несколько дней, когда они вместе готовили, она уже сама могла готовить кушать. Вы знаете, слепые люди могут готовить кушать. И очень вкусно могут готовить кушать. Она готовила кушать. Прошло время, ее муж говорит, «Так, вставай, мы идем на работу с тобой». «Как?» говорит, «Я слепая». Пошли. Они доходят до дверей, они оделись, говорит, считаем шаги. Три шага до лифта. Просчитали, лифт был рядом. «Ищи кнопку». Она находит кнопку. «Ищи кнопку первого этажа». Они спускаются на первый этаж. «Считай, четыре шага до двери». Открываешь дверь, три ступеньки, считай, три ступеньки. Идем, парковка, 16 шагов, считай 16 шагов. Они считали шаги. Бордюра, остановка, подходит автобус, ты спрашиваешь, какой номер автобуса, какой номер автобуса идет на твою работу. Четвертый номер. Хорошо. Ты громко спрашиваешь у людей, какой это номер автобуса. Садишься в четвертый номер автобуса. Они сели в автобус. Они доехали. Четыре остановки. Считай остановки. Она считала остановки. Они вышли. Считай дальше. 22 шага. Парковка. Они идут 22 шага. Они считают. Дверь офиса. Открываем. Направо шесть шагов. Три шага налево. Дверь. Кабинет. Два шага. Направо твой стул. Вот твое рабочее место. И так они делали несколько дней. Обратно то же самое. Они считали шаги. Она запоминала. Она выучивала. Через две-три недели он говорит теперь теперь ты сама. Я буду идти рядом но я буду молчать. Она считала шаги. Дверь. Три шага. Лифт. Кнопка. Опускалась. Снова дверь. Три ступеньки. Парковка. Номер автобуса спрашивает. Считает четыре остановки. Выходит. Снова парковка. И так они две-три недели уже она научилась. и потом он говорит а теперь ты сама. Я военный офицер. Я не хочу потерять работу. Ты будешь ходить на свою работу а я буду ходить на свою работу. Как я слепая. Я не смогу. Ты сможешь. И у нее началась самостоятельная жизнь. Она считала шаги. Она ходила на работу. Она возвращалась. Через три недели водитель не выдержал. И говорит благословенная вы женщина в автобусе. Как вы так издеваетесь надо мной. Я слепая женщина. Вы женщина которую любят. Я знаю вы это не видите. Каждый день вас сопровождает военный офицер. Он идет за вами. Вы садитесь в автобус. Он садится в свою машину и едет за нами. Он выходит. Вы выходите. Он сопровождает вас каждый день. Когда вы заходите в офис, он отдает честь. Кладет руку на сердце и говорит я тебя люблю. И поцелуй воздушный посылает вам. Вы знаете она этого не знала. Она плакала и понимала. Дорогие друзья мы очень похожи на эту слепую женщину. Нам кажется что мы сами. Но Бог рядом. Бог настолько доступен что мы даже себе подозревать не можем. Он рядом чтобы благословлять нас. Просто доверьтесь Ему. Аминь.